всем привет несколько часов назад было анонсировано новое обновление и самое главное что было анонсировано это осадные территории или осадные войны на данный момент информации пока немного я думаю с выходом обновления когда мы зайдем все в игру мы сможем набрать достаточной информации чтобы написать отдельный большой текстовый гайд по участию но что могу рассказать вот прям сейчас пока еще идут технические работы из скриншота которые засветили разработчики мы видим что минимальная ставка 8 миллионов и чтобы участвовать в торгах гильдия должна владеть узлом второго уровня и выше то есть второго или третьего уровня то есть это самое главное далее что известно уже из других источников например там я вот сам в осадный в осадных территориях не участвовал но я читал на форумах смотрел видео и так далее что известно насколько я знаю ставка вот еще и скриншота видно что ставку можно выбрать на какой именно на какую именно территорию чуть не сказал узел то есть у нас есть две территории мы выбираем одну из них будет это так я еще точно не знаю но мне так показалось как минимум что все таки территория выбирается далее мы делаем ставку и тут возможно два варианта первый вариант либо наивысшие три ставки в первой осаде будут участвовать три гильдии наивысшие три ставки выигрывают и но участвует либо как это было по моему на корее в самом самом начале выбирается лучших 10 ставок и вот из этих десяти ставок выбираются рандомно три гильдии в последующих осадах две гильдии как будет у нас не могу сказать для этого нужно как минимум попасть в игру ну и желательно провести хотя бы одну осаду поэтому пока что вот есть два варианта но давайте это упустим перейдем к вещам которые будут сто процентов и которые мне известно в осаде территории также можно использовать пушки слонов и дополнительно добавляется огр я думаю лидеры гильдии видели этого огра фортах своих но как бы их пока не было смысла покупать и по моему даже возможности не было купить стоят они кажется 4 миллиона точно не скажу но вот их можно купить по моему около трех штук огры не управляемые они управляются грубо говоря компьютером просто идут в атаку сносят строение то есть они идут до ближайшего строения которое им нужно снести там изначально это идут ворота затем вторые ворота и далее уже наверное основные сооружения противника это что касается дополнительных новые нововведениях далее что самое такое интересное это количество участников карта рассчитана что с каждой гильдии могут участвовать 50 человек но помимо этого существует три раз три отдельные территории помимо вот основного поля существует три небольших поля сейчас я покажу карту чуть поближе вот что мы тут видим три базы и несколько ворот каждый ворота это именно ворота плюс две башни осаждающим гильдиям нужно разрушить эти ворота а защищающая гильдия может проходить вот дополнительными путями тут на карте видно дополнительными путями и они могут пройти напрямую к вражеской базе то есть теоретически они могут уничтожить базу даже если противник еще не разрушил ворота так что еще насчет дополнительных локаций сейчас найду этот скриншот вот помимо основной локации существует три вот дополнительных точки эти точки важно захватывать участвовать могут до пяти членов гильдии отправляет их по моему лидер или заместитель может отправить в эти точки в каждой локации существует объект за который борются эти гильдии например вот тут на скрине по моему это артиллерия да это артиллерия захватив которую какая гильдия победит с той стороны будет и происходить артиллерия про по вражеским гильдиям также существует баф всеми знакомый это аналог бафа на узле и хвачка хвачка также бьет по вражеской площади в нее не нужно садиться она управляется автоматически так поэт про это мы поговорили далее что хотелось рассказать еще ну принять участие в этих второстепенных локациях мы могут до пяти человек то есть теоретически может и один человек и захватить данный объект но уже в зависимости от ситуации сколько врагов от других гильдий и так далее объекты важные вы должны это учитывать то есть игнорировать их нельзя и и во время боя можно ну там не так что вот в начале боя вы отправили пять человек и все эти пять человек там застряли и сидят нет вы можете в любой момент их менять то есть захватили двух человек забрали например ваши трое не справляются подкиньте им еще двоих и так далее следующее что хотелось сказать это но время осады два часа как и обычно цель это уничтожить артефакты центральной вражеской гильдии но понятно что защищающая гильдия должна либо выдержать два часа осады либо уничтожить артефакты которые находятся по разным сторонам от их карты от их локации так что еще хотелось показать интерфейс обычного игрока то есть вот верху написано кому принадлежит в данный момент артиллерия баф и вот вверху карты цвет по цвету гильдии можно было определить так ну на данный момент а еще вспомнил одну деталь прочитал на тайваньском форуме что вот существуют объекты вот какой-то мост который гильдия может разрушить то есть чтобы например усложнить дорогу врагам и как-то его можно разрушить каким образом пока я не знаю но вот существуют и такие препятствия который нужно пройти кстати вот еще карта чуть ближе по мере захвата ворот атакующие гильдии могут устанавливать точки телепорта то есть после смерти вы не будете появляться на на месте своей базы а можно появляться например на первых вратах на вторых вратах то есть это довольно таки удобно по мере захвата можно смещать точку респа ну и наверное это все о чем я могу в данный момент рассказать более детально мы напишем текстовую версию и разместим наши базе если для вас это было полезно вы знаете что делать ну а для тех кто не знает достаточно подписаться и поставить лайк всем спасибо всем пока